Здравствуйте, с вами Бадди, мы продолжаем проходить камеры сердца, дополнение для Ведьмака. Мы, наверное, уже приближаемся потихонечку к концу и на данном этапе начала серии мы закончим с вами квест, связанный с Шаней, то есть часть квеста, а затем уже посмотрим, что будем делать. Возможно, поработаем с мечами, а возможно и нет. Так, каким образом вы меня сейчас ведете сюда? Так далеко? Ага, мне нужно обойти. Я бы даже сказал переплыть. Может рискнуть здоровьем? Да и рискнем. Попробуем. Ну нет, так нет. Та-па-да! Ну, видишь, как удачно рискну. Герль заодно помылся. Барня прямо сплоснится, да, у него особенно когда под дождем или как сейчас с водой. Прям уж такой ядовитый кислотный синий цвет. Так, у нас тут уже утопцы ждут. Давно не видел я утопсов. Привет по центре. Смотри как. Это ты можешь его убить разом, нет? Ладно. Поверьте повторить. Ну, кнопочка возникает, но не всегда она появляется. Видимо, с какой-то определенной стороны подойти. Так, а что вы тут охраняли? Гераль, эй, Гераль, ты здесь? Здесь. Держи веревку. Откуда ты взяла веревку? А, долгая история. Пока нам везет. Дом профессора Шезлока в конце этой улице. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Жанне. Не за что. На моем месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной еще раз до отъезда, я буду дома. Все-таки нужно время, чтобы все упаковать. Тогда до встречи. Ну, давайте запомним. Попробуем к ней забежать. Если вдруг Гераль, ты в штанах зачешется. Так. Ну, охотники за колдуньями. Что, мы с ними разберемся и... Обычным способом. Так, встретиться с Ольгердом. Это далеко. Давай попробуем. Смотри, вы видели меня? Так, что такие глаза стыдно? Ты меня? Не надо так со мной. Я тебя уже убью. Кто следующий? Ольга, они бомбами кидаются. Арбалетчик. Ольга достигла 39 уровня. Это значит, что можно уже с мечами... Нам не работать. Нам нужно поработать с броней. Я бы даже так сказал. Это значит, что мы точно будем работать с броней. В этой серии. Он мне нужен живым. Живым! Что-то говоря... У меня за это появилась мысль. Давайте, может быть, поработаем с прокачкой немного. Поменяем нашего героя. Немножко по-другому построим его умение. Да, маленький. Ух, я на секунду испугался, что там яма. Сейчас я могу провалиться. Так, отвлечемся. Так, ну что, немножко я отвлекся. Давайте... Углубимся. Обратно в игру. Мне интересно, что вот на этой башне. Могу залезть, нет? На бум. Что-то, мне кажется, на двух случаях должно что-нибудь скрывать, потому что какая-то такая... Отдаленная. Вот. Что-то тут есть. Отличное масло против призраков, а? Ага, не зря я шел сюда. И хороший вид открывается отсюда. На эту прекрасную-прекрасную долину. Оксианфурдскую. Ладно. Не убьюсь? Не убьюсь. Давай сразу попробуем это масло сделать, чтобы я про него не забыл. А то могу? Я могу. Масло, масло, масляное где-то, дорогой. Набрал этих рецептов. Так. Лучше на масло плюс. А, у меня он уже есть. Что, меня обманывали, что ли? А, отличное масло против призраков. Мне нужно... Ребезь создать. Отличное масло против зверей. Отлично, как бы это ни звучало, это автологично. Так. Ну, давай посмотрим. Ребезь, по-моему, у меня рецепт есть. Только я могу ли его создать? Мне не хватает... Белой чайки, да? Белая чайка у меня есть. Отлично. Сейчас заодно немножко и... Алхимию вспомним. Так. Где он? Так, по-моему, далеко, да, ушел я? Нет, нормально я ушел. Сначала идут бомбы, потом масло. Так, 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 так. Где ты, моя дорогая? Все. Ну, вот видите. Не зря я потратил пару минут на то, чтобы это изучить. Пошли дальше. Мы идем к какому-то профессору. Вообще идем болтать. Но параллельно уже несколько людей заваряли. Здесь такая логика. Хочешь с кем-то поболтать? Слушай, ну вот дорогу так интересно ведет. Прям хочется туда сбегать. Но я не пойду. Закрыто на четыре засова. Надо найти другой путь. Может найдется открытое окно. Теперь понятно, да, почему я обратил внимание на эту дорогу? Потому что она нужна нам. Потому что она единственная верная. Давай пробовать зайти туда сверху. Как трубочисты. Если снизу не зашел, значит сверху я зайду. Если сверху не зайду, то закончу я игру. И такие стишки приходят мне в голову. Что это у меня здесь такое? Такое ощущение, что кто-то пытался схватиться. Царапался и упал. Пройдем только так что ли? Эффектно. Черная магия, парни. Черная магия. Что-то мне кажется, профессора мы найдем в каком-нибудь необычном амплуа. В образе какого-нибудь дьявола. Ну, тут Ольгерд. Я бы сказал, тем, ну, большое количество Ольгердов, с которым я сражался. Оставили нам не избавимое впечатление. Я не хотел бы, чтобы и профессор тоже начал со мной интягиваться. Не знаю такого сигиля. Похоже, им давно не пользовались. Разбитое зеркало. Не похоже на случайность. Может, кто-то испугался того, что в нем увидел. Я про что и говорю. Так, здесь Тололи что-то в ступе. Ее можно осмотреть? Нет? Нет, светится книга. Малый ключ Гиллиана Альбоква. Это демоны. Страшно пыльные. Она открытая, значит, ее уже, по крайней мере, читали. Очень много книжек, но неудивительно, уже профессор. Так, ну, что еще? Не, ниже, да? Ладно, пошли. Ничего секретного не спрятано. Кто у нас на подвале обитает? Франко, это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос. Я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошел? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Слышишь? Не хочу. Я не причиню вам вреда. Этот демон тебя сюда прислал. Уж я-то знаю. Никто меня не присылал. Ты лжешь. Я слеп, но чувствую нечистую силу, как никто другой. Как ты думаешь, почему я так важен для охотников за колдуньями? Я ведьмак. Мутант? Да. Это... возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих моим учителем был сам профессор Лионель Ван. Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали. Они прекрасно знают, что мне известно все о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей, но у меня нет выхода. Я пришел сюда потому, что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться, я ведь не чудовище эпохи постконьюкции. Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне пришел. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто такой Гюнтер Один и как от него избавиться. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгарда и в конце концов напал на след этой темной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами, но везде это синоним воплощенного зла. Нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я корпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительная это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него, и что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду, и что меня ждет за пределами круга. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтер Одим не человек! Это зло! Зло в самых разных обличиях! Не расспрашивай о нем! А то погибнешь! Но ведь ты жив! Все еще жив! Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Вольгерт подписал с ним договор. Ты угадал! Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род, и отдавать дочь, за кого попало, они не хотели. Ольгерт хотел увезти ее как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин зеркало. Ольгерт встретился с ним на перекрестке. Один сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Один предложил ему договор. Ольгерт должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Один знал, что Ольгерт любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерт согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирисе. Получается, Ольгерт убил родного брата? Ох, нет. Один так не делает. Достаточно было того, что Ольгерт подписал договор собственной кровью. А день спустя, Витальд был убит. Ольгерт рассказал тебе все это. Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Так почему Ольгерт решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно, но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна, ибо Одима интересуют только людские души. Одим оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Хм... Я думаю... Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если б я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним. Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. Печальная участь постигла нашего профессора. Так долго просидеть, чтобы умереть в такой нелепой смерти. Просто премия Дарвина. Так, что с него можно взять? Ключ от дома профессора, дневник профессора. Чем еще можно поживиться в этом прекрасном доме? Ну что же, в принципе, читалось давно уже, что нам придется встретиться с одним лицом к лицу. Вполне вероятно, что Ольгерд после этого останется жив, здоров и, можно сказать, без контракта. Но для этого нам придется сделать еще большое количество работок. Так, теперь нам осталось только встретиться с Ольгердом. Встреча явно будет интересной, запустит большую цепочку интересных событий. Но давайте мы не будем торопиться и сначала почитаем книжки. Так, малый ключ Галяна. Ну как всегда на паузе, ребятушки, как всегда на паузе. Дневник профессора, это интересно. Давайте вместе с вами почитаем, как обычно, на паузе, а я быстро пробегусь. Субтитры делал DimaTorzok Ну понятно, а Дим тут еще засранка. Так, здесь вроде все у нас готово. Кстати, по-моему я могу начать пользоваться новыми мечами. Вам так не кажется? Вот, да, плюс 35. Это что у нас с этим остальным мечом? Ну, сразу отпадает, это сразу отпадает, и это тоже сразу отпадает. Так, давайте-ка мы с вами потратим время на развитие оружия. Так, у нас есть плюс 35 и AR, да? Давай посмотрим по ремеслу. По стальным мечам. Кстати, доспех змеи у нас здесь. Мне не хватает кожи, да? Но с этим мы будем работать уже непосредственно у самого бронника. Так. Да, здесь нужно будет маленько нам повозиться с вами. Так, шкуру драконуида. Здесь нельзя создавать пельметы? А у кого можно? Понятно, у кузнецов. Давай сразу проверим, что у нас по перчаткам. Тоже не хватает, да? Нужно две создать уже. Я так понимаю, что и для других доспехов тоже нужно будет именно это. Да, три уже. Ну и соответственно четыре для... Так, серебряный меч. Что у нас по показателям? Плюс двадцать один гарпиа. Сейчас быстро пробежимся, чтобы я уже шел уверенно к этому месту. Возможно, вы мне написали, где искать мечей школы змеи, да? Создаем, значит, гарпиа. А из стального ружи у нас там плюс 35, а вот здесь плюс 50. Но зато нету таких вот ячеек. Тогда не вижу смысла. Плюс 16, хорошие показатели. Плюс 34, да? Тоже неплохо. Тоже неплохо. Вот хороший черный единорог. 84. Черный единорог, запоминаем. Все, значит, запоминаем черный единорог. И сразу посмотрим, что у нас на змею нужно. Нам нужно будет еще одну кожу драконоида. Я прав? Да, 4 кожи драконоида нужно. Ладно. Значит, давайте тогда с вами отправляемся. Так, во-первых, вот этот меч мы поставим. Но его мы поставим, когда мы его зачаруем. Сейчас не вижу смысла. Пока. Ладно, для начала у нас в принципе выйдем. А, здесь не выйти что ли? С какой стороны я заходил? Ну, получается, только через вот эту башенку, да? Сюда можно зайти, надо отсюда не выйти. Хорошая дорога. То есть, рано или поздно я в любом случае должен был через эту башню пройти. Так, я же прав, я выйду отсюда. Да. Да чтоб тебе. Надо было прыгнуть, что ли, подальше? Печально. Я надеюсь, сохранялка была после того, как мы тут все уже обыскали. Было, сука, на моей памяти три такие смерти глупые. С маяка я упал. Еще где-то пару раз так упал. В принципе, я думаю, в воду дырнет. А, казалось, что там мелко. Сел на мель, можно сказать. Так, с тобой... Ну, будем считать, что мы уже читали, поэтому... Особо не паримся. Ладно. Так, может где где-то выход здесь? Не, да? Да, судя по всему, только тот выход, который я нашел. Там я выхода не вижу или он там? Надо было выходить. Блин, давай попробуем еще раз прыгнуть, потому что тупо. Очень тупо, что я не могу отсюда выйти. Обычным для себя способом. Мне кажется, просто нужно прыгнуть повыше. Ну, имеется ввиду, разбежаться и прыгнуть. Давай, сохранимся. И вот так. Хорошо. Хорошо. Все прошло успешно. Может быть, что-то еще здесь пособием, интересно, нет? Нет? Так, давай теперь поставим метку. Где у нас там был наш друг? Бронник. Бронник у нас был здесь. Это понятно. Но нам сначала нужно эту точку быстрого перемещения. Она у нас самая ближайшая, получается, наверное. Так хрен поймешь, здесь или здесь. Там и там далеко одинаково. Ладно, давай я сюда подъем. Плавь. Так, ну давайте тогда в этой серии поработаем со снаряжением и прокачкой. И посмотрим, что там по времени. Там вон утопцы бегают, меня уже ждут. Мои друзья утопцы. Давно уже что-то я не бегал просто так по территории. В основе своей уже бегаем по точкам интереса. Платва. Маленькая моя. Пойдем, у нас с тобой снаряжение будет скоро. Кстати говоря, я думаю, если мы выиграем скачки у того паренька, что вполне возможно мы сделаем и в этой серии, то нам дадут и еще лучшую снарягу на платву. Непосредственно на нее. Так, это что-то знакомое место какое-то для безобразия. Кругом висельники, нитгарские. Корабль. Такая смена, да, декораций? Недалеко от Оксенфурта. Так. Мы с вами делаем... Это что? Кстати, недалеко отсюда встреча. Недалеко отсюда. Мы с вами для начала идем сюда. Здесь мы делаем броню. Змы-инную. Затем мы отправимся в Новиград, сделаем там... Что мы там сделаем? Мы там сделаем меч. Черный единорог. Сравним его с тем, что мы уже имеем. Попродаемся, кстати говоря, здесь же. Давайте сделаем так. Я вам сделаю нарезку, чтобы не тянуть время серии, да? Я вам только покажу уже непосредственно создание. Я думаю, это будет правильно. Непосредственно создание брони, непосредственно создание мечей. И непосредственно из-за очарования у... Мастера Руны. Мы там посмотрим, чем все это продолжится. Так, шкуру драконоида создаем. У нас есть возможность создать 4 штуки. Блин, нету что ли? Что мне нужно? Хитиновый панцирь. Пляхаться далеко. А где его взять? Где мне взять хитиновый панцирь? Ёшкино матрёшки. Я расстроен. Знаете почему? Потому что я... Примерно догадываюсь. Ну ладно, давай создадим основной доспех. Так. Подожди, не понял. А, ну понятно. Он лучше, чем мой, да? Давай, наверное, просто перчатки пока не сделаем. Но ставим это... Себе на память. Поставим задачу найти хитиновый панцирь. В комментариях напишите, где этот хитиновый панцирь берётся. С каких зверей. Так, давай сапоги сделаем. Шкулы кота. Да. И получается, что ещё штаны? Где у нас штаны? Ниже. Столько у меня этих рецептов, что пока дойдёшь до нужного. Ну... Да, всё. Школа драконоидов у меня закончилась. Может быть её где-то можно и купить. Но это надо бегать по различным ремесленникам. И париться, да? Ладно. Может она продаёт, нет? О, отлично. Ты моя маленькая, я тебя люблю. Просто обожаю тебя. Я даже всю куплю. Так, всё. Давай ещё раз. Времеслом. Теперь мы ищем перчатки. Так, эти у меня есть. Я же на перчатках сэкономил, да? Всё. Теперь у нас полная снаряга. Я этому рад. Отлично. У неё мы делали, кстати, афирскую броню в этом же месте, да? Совсем недавно. Давай надевайте эту броню. Сапоги школы змей. Штаны школы змей. Конкретная змеюка теперь нас берет. И основной доспех. Школы змей. Слушай, это не стоковый доспех, разве? Который был изначально. Вообще очень похож. Кстати, продаётся недалеко отсюда. Так, теперь что у нас по глифам. У меня там были два глифа арда. Давай на сапоги их повесим. Я уже думаю, что с этой бронёй мы Данным следующего дополнения-то точно. А там-то они придумают какое-нибудь новое дополнение на 100%. Ну давай глиф квина повесим сюда. Глиф акси смысла не вижу вешать. А вот глиф игни мне бы нужен был. Но я их попробую снять с этих вещей. Вот смотри. У меня... А, я уже ушёл от неё, да? Слушай, ну реально это же изначальная броня, которая у неё была. Ну не изначально, но мы получили её практически в начале игры. Очень сильно похоже. Что у тебя есть на продажу? Не могу сказать, что я доволен, но по показателям лучше. Так, давай продадим ей вот эту вещь. У неё денег, тем более, кучу. Стану на оружие продаём. Чё, броню продаём или оставим? Ну чё я могу с ней сделать? Давай её поставим, наверное, кинем в ящик. Пускай валяется. Денега у неё, в принципе, и так достаточно. Так, это седло мне не нужно. Глиф у тебя есть? Глифов у тебя тех, которые мне нужны, нет, да? Ну ладно. Почини мне тогда. То, что у меня уже есть. Всё, в принципе, это мне больше не интересно. Давайте просто ради интереса бегаем к этому торговцу, у которого продаётся такая же броня. Хочешь посмотреть? Да не хочу. Покажи мне свои товары. Где эта броня была? Нет, у неё она пропала, да? Честно говоря, не помню. Ну, очень похожая броня, в которую мы уже бегали. Так, чё у тебя можно купить водички? Больше ничего не надо, да? Вишнёвую купим для всяких зелень. Так что, заказ чуть-чуть соболутишь, я же тебе сам его и продал. Так, книжки ты не покупаешь, да? Или покупаешь? Покупает. Давайте всё попадаем ему. Давайте так, я сейчас сбегаю в ящик, в склад, скину всю ненужную броню у меня, афирскую. А мы с вами увидимся у мечного мастера. Ну, смотрите, я убрал улучшение с перчаток, на которых был глиф. Как вы понимаете, я не получил те самые глифы. Поэтому те, кто говорят, что можно убирать улучшение, и при этом эти камни появятся у тебя, тут такого нет. У меня только если я полностью разбираю, а не улучшаю. Поэтому мне придётся разобрать всю эту афирскую броню. Ну что ж, теперь давайте повозимся с мечами. Для этого мы отправляемся к Которе. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Дай займи денег. Так, это у нас всё есть, это у нас всё есть. Давайте смотреть по мечам. Чёрный единорог, лучше ли он до того, что у меня уже лежит? Так, господи, сколько что-то рецептов там от моей женщины. Так, это у нас что? Это у нас серебряный меч. Давай смотреть. Плюс двадцать один. Гарпиа, да? Так, плюс двадцать один там было. Тут у нас стальной меч, который уже лежит. То есть лучше серебряного меча пока нет. Давай по-стальному. Плюс пятьдесят. Плюс пятьдесят. Гномский вихр. Но здесь сорок второй уровень, сами понимаете, нам ещё далеко. А Который восемь четыре будет, получается, тоже по уровню нам недостаточно. Плюс шестнадцать. Плюс четыре. Да. Ну восемь четвертый, значит, вообще сорок шестой уровень. Да. Я, если честно, получается, сюда зря пришёл, да? Ну-ка, что там было? Гарпиа. Вон он по уровню. Плюс двадцать один. Показатели хуже. Давай создадим. На него ничего не вешаем по той причине, что... По той причине, что мы будем возочаровывать его сейчас с вами. Ладно. Будь здоров. Таким образом мы убираем наши ведьмячьи мечи. И ставим гарпию. Здесь вот мощь агарда. Ещё в таком роде. Ну ладно. Давай поменяем меч. Ставим гарпию. И ставим тейгер. Отлично. Хотя мои мне мечи больше нравятся. Так. Ну всё, давайте. Я сейчас свои старые мечи сложу быстро в сундучок. И мы с вами увидимся у мастера Рум. Так. Вот он наш мастер Рум. Надеюсь, что у нас хватит денег и возможностей для того, чтобы всё это нацепить. Эй! Нашего! Да славится вечер. Хотя сколько я на него потратил. Гайки посмотрю. Так. Давай сначала смотреть то, что нам нужно. На броню я хотел бы поставить щит. Потому что мне нравится этот показатель. Мне не хватает глифа Ирдена и глифа обороны. Я понял. Так. Сюда у меня что было? Закрепление, да? Ну да, наверное, его и оставим. А сюда у меня было воодушевление. Да? Посмотрим, что другое можно сделать. Каждый плагин удар продлевает действие эликсиров. Рассечение увеличит радиус действия в вихре. Я собираюсь сейчас поработать под прокачкой. Взять, не взять, а арт. Взять, не взять, а арт. Каждый сметин удар в основном 25% выносливости. Давай оставим то же самое, как было. Так, здесь нам нужен, получается, что? Глиф Ирдена и глиф обороны у него надо купить. Ох, он меня разоряет! Ох, он меня разоряет! Большой глиф Ирдена, а где обычный глиф Ирдена? Отлично. Так, главное сейчас не ошибиться по деньгам. Отлично. Большой глиф обороны, глиф обороны. Отлично. Все, делаем щит. Зачем мы все то же самое, только что мы сменили броню. В принципе, все, ты мне больше не интересен, да? Так, и теперь давайте поработаем с оставшимися глифами в снаряжении. Вот эти я снял с афирских доспехов. Хорошо, у меня осталось одно место. Так, здесь у нас два ААА, здесь у нас два Игния, да? А вот здесь у нас Квен. Ну, что, поставить еще Квен? Хотя я его пользую, так, но я его пользую. Давайте будем честны, я его пользую. Квен или Ирден поставить, у меня же есть еще Ирден. Давай Ирден поставим, диверсифицируем активы. Хорошо. Я понимаю, что, может быть, вам хочется экшена, но надо поработать на снаряжении над прокачкой. Теперь мы с вами замучимся по поводу прокачки. Я хочу сделать все по-другому. Маленько, более, что ли, не сказать универсально, но все же. Вот смотрите, у нас здесь с вами быстрые атаки, да? Быстрая, быстрая, мощная. Мы с вами убираем мощную. Покупаем сюда еще быструю. Хотя, как разумно, все равно по всем окружающим врагам. Она какая-то особенная. Давай так сделаем. Чтобы у нас специальную быструю атаку, зажмите икс, чтобы приносить специальную мощную атаку, понятно. Теперь давай ее прокачивать. Так, сначала сюда поставим. Я что-то там перепутал, но все равно все заново будем ставить. Хорошо. Здесь у нас получается полностью быстрые атаки и максимально возможный мутаген, да. Теперь давай попробуем вот это все убрать. Сюда поставить тоже большой мутаген. Я просто думаю брать, не брать силовые атаки. Так. Где у меня плюс 10? Плюс 10 мне надо. А что, нету больше плюс 10? Должно быть. Вот что-то такое. Ужа нету плюс 10. Ладно, поставим. А что такое, не туда выбираем. Сюда мы ставим и теперь вот сюда покупаем сильные атаки. Не знаю, есть ли смысл брать и те и те атаки, но я, блин, часто пользуюсь и теми и теми. Ну давайте попробуем прокачаться именно по этому признаку. Будет универсально у нас герой. Может быть моя прокачка кому-то не понравится, но нам же моя та прокачка не особо нравилась. Так, у меня очков там мало осталось, в общем проблема. Так, ладно, давай тогда. Что у нас вот здесь? У нас еще силовая есть. Быстрый атак теперь вызывает эффект ротечение, а жертва теряет 25%. Ужа, это вариант. Это вариант. Поставим ее еще вот сюда. Что ты не ставишься? Хорошо. Все, очков больше нет. Так, у нас теперь прокачана очень сильно быстрая атака, при этом еще и мощные атаки тоже неплохие. Теперь по знакам. У нас здесь что? У нас здесь с вами был прокачан Игни. Мы соответственно его сюда ставим. Мы соответственно сюда ставим. Это что у нас? Вылечивает знак мощи Игни, да. Я им очень часто пользуюсь, поэтому было бы глупо им не пользоваться дальше. А сюда мы убираем, что это у нас? Да, убираем. Максимальное здоровье на 500 единиц. Да, убираем. Сокращает урон, получаем при уклонении. На 100% На 100% Редли. Мать моя женщина, как все хочется взять-то. Что здесь дальше у нас? Атака после успешной контратаки наносит 30% урона. но я все равно уже ничего купить не могу, поэтому давай сюда поставим у нас был прокачанный арт и если не ошибаюсь прокачанный акси для разговоров и квен для у нас все было вообще неплохо честно говоря у нас все было неплохо давай попробуем с тобой вот так сделать я маленько сглупил но я все-таки сделаю так квен или инквен все-таки, я вам пользуюсь чаще out урон поставим вместо так что у нас тут за атака улучшить шанс критического удара при мощной атаке на 10% а вскрым при мощной атаке на 70% 1 с очков адреналина плюс 5 и увеличивает урон на 25% а этот на 75% критический урон а здесь простой урон, да? я просто думаю какой убрать ладно, давай вот тут поставим, вместо того который я приобрел, может потом еще на чем-то поработаем, ну вот такая прокачка ребят, более быстро на боевку, нежели на какие-то качества, но при этом у нас акси и арт остались прокачаны хорошо, если кто против пишите ваше соображение как вы бы видели при моих вот этих вот уже купленных навыков, потому что я все потратил их комбинацию, мы вполне можем над этим подумать ну и вот этого дядька я предлагаю уже наконец удовлетворить его жажду в скачках, чтоб плату прокачать так, а что у тебя по товарам? могу я посмотреть? чего-то интересное есть? да что-то я сомневаюсь и усну из своей гадости какие-то да и мне продавать особо тебе нечего только если глифы пригодятся же хотя вот эти вот я же зачаровыванием пользуюсь да пускай лежат, все время можно выбросить в деньгах пока нужды особой нету я наслышу на резвых афирских жеребцах не хочешь ли устроить состязание? наши кони стремительны как западный ветер я с радостью это докажу будем состязаться я правда уже не помню, как это все делается, но попробуем там главное за стамины следить эй, эй, эй быстрее и не давать ему выйти вперед, чувак, ты мне мешаешь ну и следить за трассой соответственно я думаю он отдаст какое-нибудь седло хорошее хотя у нас уже и так ой какого хрена что это такое, я не понял ну не ладно, время замедлили я просто думал стрелять потому что у меня привычка, когда бочки падают мне нужно очень быстро стрелять я пока соображал чем мне стрельнуть уже и подзатупил люди ворота оттойте получается у нас было просто перепрыгнуть да я думаю нам энергию может даже и до финиша хватить только половину расходовлю ну привет я отошел от трассы я отошел от трассы я отошел от трассы это считается каратил наверное нормально можно ж так надеюсь что можно что это громко орёт так надо восстановить не пускать не пускать его не пускать его перед самым финишем почему провалено я же выиграл я же выиграл я же выиграл поздравляю с победой ты был прав когда говорил что афирские жрецы как так то я первый был один из наших мифов рассказывает как небо есть ну-ка давай попробуем еще раз я понял в чем была проблема просто я когда-то тогда скоротил дорогу я просто не взял точку чекпоинт и поэтому проиграл несколько ничего сложного просто я протупил эфирские жеребцы быстры как ветер но мой конь ни в чем он не уступит поздравляю прошу прими это седло в награду и на память о нашей гонке с ним ты сможешь скакать еще быстрее благодарю как тебе новая одежка плотва то как ты относишься к своему коню многое о тебе говорит все что ли до свидания должно было в принципе на этом прекратиться ну я посмотрю что мы там для платфлита выиграли а у нас ну немножко получше так соответственно это можно продать а то оно целухусенькое весит рад тебя могу я посмотреть все выходим ну что ж я предлагаю на этом эту серию закончить она получилась такая немножко скомканная тем плане что там у нас будет монтажик я вырежу моменты пока я бегал от одного моего сыра к другому но она была продуктивна с точки зрения того что мы поменяли прокачку героя хорошо или плохо судите сами как бы я просто поменял ее потому что меня просили это сделать мне в личке пишут почему ты не прокачиваешь я тут много очков купить что не другое вот я сделал немножко другую комбинацию нельзя быть до конца довольным нельзя купить все да как я бы хотел чтобы и все знаки были прокачаны идеально и быстрая атака можно конечно убрать мощную атаку полностью да и сконцентрироваться только на на быстром стиле и добавлять еще какие-то там единицы здоровья но я думаю в принципе поиграем с этим если совсем уже не будем справляться то что-то поменяем но вы все равно в любом случае если кто-то хочет чем-то посоветовать по прокачке мне насти прошу в комментарии ну а мы на этом заканчиваем мы поменяли снарягу у нас теперь снаряжение змеи вы мне наверное напишите в комментариях где искать мечи змеи потому что самому мне это лень делать что у нас неплохое снаряжение лучше чем было по крайней мере по всем показателям и все что нам осталось по заданиям это идти с ольгертом навстречу и там запустится собачка событий я думаю в любом случае это будет уже ближе к финалу это будет в любом случае интересно с вами был anybody play оставьте комментарии подписывайтесь ставьте лайки все пока 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 пока